При этом складывается движение таких неприсоединившихся, которые как раз и проповедовали хелиастические идеи. То есть, того, что настают последние времена. Вот-вот конец света. И нужно готовиться духовно к этому всему. Для чего? Нужно просто от вас всех уйти. В горы. Хелиазм. Это что такое? Опять в словаре. Да. Необходимо уходить в горы и там усердно молиться, избавляться от всякого Плотского и прочее. Как я уже говорил, самое главное место, куда уходили подобные люди... В горы. Да. Была гора Табор. Он же Фавор. Ого. Если мы это скажем точно по-гречески, он не Табор, он Фавор. Потому, что обычно, когда радикальное гусицкое движение называют Табориты, чисто в виде чешской транскрипции на русский язык. Оно в самом деле звучит как Табориты. Естественно, подразумевается в голове картины чего? Табора. То есть, много тележек, которые куда-то едут. Там цыгане дружной толпой. Нет. Это не Табор. Это Фавор. То есть, это священная гора вообще-то. Фаворское сияние и так далее. Одним из видных проповедников был Ян Жилевский такой. Ян Жилевский... Вот видно, что революционную программу выдвинуть не мог никак. Потому, что он просто не понимал, что такое революционная программа. Он такого слова, видимо, не знал вообще. Но в своих проповедях, которые сохранились многие в виде записей, он прямо очень резко выступал против королевских синишалей. Вот всех этих назначенцев антигусидских против цеховых старшин, которые не выступают за светлую память яда нашего дорогого Гуса. Потому, что была вполне богатая ремесленная прослойка, которая не хотела каких-то изменений. Им и так все было хорошо. Выступает с резкой критикой тех людей, которые вообще общаются со всей этой антигусидской мерзостью. Потому, что он-то все обосновывал естественно религиозными терминами. Но получается так, что они не по-божески поступают. Потому, что, опять же, если внимательно почитать Евангелие, там же просто практически готовый моральный кодекс строителя коммунизма. Вот за что ни возьмись. А не ваш этот мир чистоган. За редким-редким исключением, где можно найти некие намеки, что отдай кесарю кесарево, а богу божье. Ну, там же прямым текстом пишут, что самое главное, что легче верблюда... Отставить верблюда. Легче канат продеть в игольное ушко, чем богатому попасть в царствие небесное. Значит, что нужно? Сам раскулачиваться. Если ты не сам раскулачиваешься, так ты нам не друг. Не можешь поможем. А мы, да, очень даже, может быть, поможем. Причем, заметьте, некоторое время вот эти неприсоединенцы-хилиасты, они были самой безопасной частью вообще гусицкого движения. Ну, потому, что они сбивались там в свои общины, и сидят они у себя в этих горах, ну, и пусть сидят, в конце концов, они через некоторое время захотят кушать и вернуться. Куда? К работе. А что и требуется. Я почитал, это типа хилиазм – это тысячный год. Да. Когда второе пришествие, конец света и все такое. Ну, на всякий случай перенесли. Да. Потому, что многое возвещало, что дата немножко сбита. Чуть-чуть сбита. Ну, там было очень непонятно, от чего это самое тысячелетие считать. Потому, что считали от рождения Иисуса Христа. Плюс тысячи лет – все до свидания. От смерти Иисуса Христа, потому что, а при чем тут рождение, собственно? У него же самое главное – это Пасха, правильно? Да. То есть, через тысячу лет будет еще одна Пасха. Потом подумали, что нужно считать от Константина Вадара. Ну, это, помнишь, был поддельный документ, согласно которому император Константин Великий всю власть от Европы передал Папе Римскому. Да. То есть, с третьего века нужно считать. Удобно. А с четвертого века плюс тысячи лет – так это аккуратно 14 века получается. То есть, уже вот-вот конца света в тот раз дождаться у них не получилось, но при этом получилось зажечь людей совершенно невероятным способом. Если посмотрите, вот хелиасты – это самые безопасные люди из всех, то вот очень зря начальство на них не обращало внимания. Потому, что через некоторое время это будет самая отмороженная часть гуситов. Вообще самая отмороженная. Ну, просто потому, что это же религиозные фанатики, которые будут непримиримые, неприсоединившиеся... То есть, вот это была реально страшная мощь – вот эта беднота. Бедные рыцари, которые были объединены религиозно-фанатической идеей. Потому, что если все-таки часть была – эти вот чашники, которым достаточно было причащаться от раквит специас, то есть, от двух начал – тело и кровь. Из чаши причащаться – это просто очень удобный религиозный символ, потому, что мы такие же, как вы. Само католическое священство причащается двумя началами, а мирянам дают облаточки только, то есть, только тело. Без вина. Да. На всех не напасешься. Вино дорогое. Да. Когор-то. Сейчас всем раздавать будешь когор – это куда годится. Нет. Символ удобный, что мы равны с вами. То есть, не смотри, что вы священники, а мы миряне. От раквит специас – всем положено причащаться. И они, в общем-то, были довольно умеренные. А вот табориты – нет, потому, что вот это воспитанное годами общинной религиозной жизни движение – вот это возвращение к первоапостольским началам, то есть, собственности вообще никакой быть не может у вас, у церковников. В принципе, это все нужно отнять. Неплохо. Целиком. Священник выбирается сам, то есть, какой-то папа его назначает. А почему? Где это вообще написано, что папа римский должен кого-то назначать? Тем более, какой из них? Толково. Вот. Вы там еще, кстати говоря, со своим расколом до конца не разобрались. У вас где-то, я слышал, там третий папа римский начисляется. Так этого слушать? Этого или этого? Определитесь. Определитесь. Так точно. И священник может быть только тот, кто сам знает свою общину, кто поведет людей. То есть, это строго выбранная должность, как было у первых христиан. У них же духовной семинарии-то ни у кого не было. А значит, откуда ты возьмешь священника? Ты его назначишь. Вот вы собрались, там сто человек. Кто у вас самый правильный? Петрович. Петрович, если это у Чехов, то Петрович у нас будет священником. Бери 30 рублей и вперед. Да. Вот мы тебе все будем скидываться на еду. То есть, ты должен же как-то свои профессиональные обязанности отправлять. А для этого тебе досуг нужен. Ну, соответственно, вот мы тебя будем кормить. А ты будешь нам грехи отпускать. Читать забавные книжки, красиво петь. Жить будешь скромно, как завещал Иисус Христос. Да. Собственно, не скромно, а как все. Это самое главное. Ты не должен выделяться. Потому, что если ты священник, так ты слуга Божий. А слуга не может жить роскошно. Ты хочешь выделиться. Куча. Куча, да. Вот не надо выделяться. Ни в коем случае. Это то. Потом... Вот это же мы узнаем. Проповедь кого? Лютера. Он же ровно о том говорил. Вот буквально слово в слово. Только через сто лет. Ну, примерно через сто лет. И ведь протестантские-то, в конце концов, священники, к этому делу-то пришли. Потому, что это же до сих пор выборная должность. Их никто не назначает. Их назначает община. Прикольно. Вот. Там, конечно, со скромным житьем по-всякому складывается. Но идея-то была именно в том, что община, она только потому община, что там все равны. И ты можешь выделяться состоянием, только если ты много работаешь. То есть, у тебя понятно, откуда деньги. А вот эта вся рента, это запрещено просто вообще насмерть запрещено. Это смертельный грех рента. Я уж молчу про ростовщический процент. За это просто нужно сразу жечь на костре. Сразу. Согласен. И там еще микрокредитов не было. А так бы точно жгли. Как это не было? Были? В смысле не было. Микрокредит там был поставлен на настолько широкую ногу. Потому, что смотрите, крестьянство, гражданство беднеет со страшной силой. Им очень может быть прямо сейчас нечего сеять будет. А если будет нечего сеять, они просто умрут с голоду. Поэтому микрокредит натурой. То есть, зерном. И 50-100% обеспечения долга. То есть, отдашь или половину, или вообще все и еще плюс столько же. Понятно, что такой кредит очень сложно отдать. Причем он делается не с той целью, чтобы ты его отдал. Вообще. Он делается ровно с той целью, чтобы ты остался пожизненно должен. И навсегда поступил почти в рабство. Хорошо придумано. Да. Умели в Европах. Одеваться-то некуда. Потому, что, опять же, выбор-то очень простой. Ты или берешь микрокредит, или вы всей семьей идете по миру. Причем, скорее всего, просто умрете. Где берется микрокредит? Давайте-ка подумаем. В первую очередь микрокредит берется у своего господина. То есть, далеко-то ходить не надо. У кого есть зерно. У сеньора есть зерно. Вполне очевидно. Так ты у него окажешься крепостным после этого. Причем в самом таком прямом батраческом смысле. То есть, и все. У тебя нет больше ни земли, ничего. Ты навсегда привязан. И дети твои тоже, пока долг не отдадут, они не отдадут. Потому, что... Внимание. Что можно сделать? Так переписать какие-то самые книги. Ну, и ты должен, и внук твой должен. Все. А Чехия, мы что помним, опять же, исходя из нашей первой беседы, очень далеко ушла по пути отмены крепостного права. То есть, у них все больше и больше делалось свободно крестьян. Потому, что они на какой-то момент оказались выгоднее, чем крепостные. Они просто лучше работают. Да. Лучше и больше работают. А вовсе не потому, что кто-то проникся какими-то идиотскими мыслями. Нет. Во-первых. Во-вторых, крестьяне просто тупо забогатели. Многие из них выкупались. То есть, вот... И он свободен. А вот из-за того, что устроили наследники Карла Четвертого, ситуация делалась все хуже, хуже, хуже и хуже. И требование таборитов об обнулении всех долгов в принципе почему-то даже Чашников стало раздражать. Потому, что среди них как раз было изрядное количество вполне состоятельных людей, которым, кстати, были многие должны. И если вы сейчас все долги испишите, ну что, куда такое годится. Я пять лет раздавал. Да. Поехали. Поехали.